Всем привет, с вами Мегаобзор Ташоком и сегодня у нас обзор электрического чайника Redmond G161. Это недорогая модель, мы приобретали ее в офис, но и хотим поделиться опытом эксплуатации. Надеюсь, этот обзор был для вас интересен и полезен. Колба чайника выполнена из прозрачного жаропрочного стекла. На боковой грани наиста градуировка по объему. Основание из черного матового пластика. В центре нанесен логотип производителя. Во время работы Redmond RK G161 активируется синяя подсветка. За счет стеклянных стенок и воды внутри емкость создается заполняющий эффект свечения. В верхней части откидная крышка с носиком. В конструкции предусмотрена сетка, фильтрующая крупные загрязнения. Управление максимально простое. На ручке вывезена кнопка включения. Рядом с ней педаль, отвечающая за открытие крышки. Сама ручка выполнена из пластика, объем ручки широкий. Хват удобный. Контактная группа из того же матового пластика. На основании углубление для укладки лишней длинной кабели. Чайник можно свободно вращать на нагревательном элементе. Эксплуатация простая. Перед началом рекомендуем промыть теплой водой и протереть тряпкой. Первый объем сливаем. Далее после остывания чайник можно использовать по прямому назначению. Редмонд 161, в отличие от старших моделей, не дает возможность выбрать температуру нагрева. Поэтому после нажатия кнопки он всегда кипит воду до 100 градусов. Несмотря на наличие фильтра от накипи, рекомендуем использовать только очищенную воду. Это заметно продлит время жизни чайника и сохранит привлекательный внешний вид. Мощность максимальная 2200 Вт. Объем 1,7 литра. Проблема в ходе эксплуатации выглядела не было. Отличный вариант недорогого электрического чайника с простым управлением и привлекательным внешним видом. Возможность вращения на 360 градусов, синяя подсветка и надежная конструкция. С удовольствием обсудим. С вами Редмонд 161. Всем спасибо за внимание. На следующей неделе нас ждет много интересных тестов.